Начнем нашу секцию. Первое выступление у нас Алексей Крештоп, Росатом. Да, я вот Алексей Крештоп, начальник управления виртуализацией облачных сервисов компании Гренатом. Это общий центр обслуживания госкорпорации Росатом. Сегодня я расскажу путь целиком Росатома в облака. С чего это все начиналось и чем все это закончилось, какие дальнейшие шаги у нас предстоят. Начиналось это в далеком, в 2016 году, когда мы все-таки созрели на то, что нужно строить свое облако. Это облако on-premise. Но по сути для сателлитов отрасли это является публичным облаком, где они размещают свои ресурсы. И мы предоставляем ясские, пассовские сервисы из коробки. В 2016 году мы весьма осознанно подошли к этой задачи. Были отобраны больше ста претендентов, на чем же можно строить свое облако. Из них больше десятки мы пропилотировали у себя. Это были большие развертывания. И эта работа шла, по крайней мере, полтора года. Мы остановили свое решение на компании, в то время она еще называлась Mile Cloud Solution. Сейчас она называется VK. У нас не совсем викиевское облако, но мы строили на базе именно форка VK с необходимыми допилами, в том числе и по информационной безопасности, с сертификацией этого решения под определенные классы. Переход в облако. Здесь можно выделить в нижней части 6 ключевых моментов. Но я бы выделил три. Первое – это четкое понимание в ITCO, то есть продукты информационной системы, его расчет на пользователя, либо услугу. Второе – это консолидация всей нормативной аргументации и требования, что касается платформ. Именно облако является базовой платформой для всех, без исключения информационных систем в отрасли. И третье, сейчас, кстати, очень сложный вопрос – это квалифицированные кадры и ресурсы. Их не нехватка, все-таки продукт очень специфичный, и поэтому мы готовим кадры исключительно своих. И даже если очень опытный специалист приходит к нам, ввод его в бой и получение результатов, от него возможно месяца через 6-8. Если мы берем код среднего качества специалистов, то это год. Если кадры цените, мы своих бережем и практически приковываем к батарее. Но на самом деле нет. Очень сильно стараемся их привлечь и задачами, и другими мотивациями. Что касается, то есть, ввод облака, то есть, как я сказал, это единое централизованное решение, то есть, платформа для всех информационных систем в госкорпорации Росатом. Да, мы аттестовали это все по требованию стек. По последнюю аттестацию мы прошли в ноябре прошлого года. Мы смотрели внимательно на те требования, что должны были выйти по новой системе виртуализации и контейнеризации. Большую часть из них мы выполняем уже сейчас. С остальными, то есть, мы работаем, будем, то есть, дорабатывать и пересертифицировать, то есть, продукт под новые, то есть, требования. Не сложно, то есть, посмотреть, что там есть две колоночки, да, то есть, средства защиты информации системы и средства защиты информации платформы. Базовые средства защиты информации уже доступны из коробки, и это очень важно. Чем больше вы базовых средств вставите в платформу, на слой ниже, тем легче будет и аттестовать, и защитить непосредственно информационную систему. У нас вот само облако, это вот объект ЗОКИ, то есть, третьей категории. Все, наверное, знают, что вышли, то есть, новые требования по определению ЗОКИ. Мы будем перекатегорироваться. Вполне возможно, что это придет, то есть, к повышению, то есть, класса. Наверное, здесь все. И перейдем вот непосредственно, где же мы все-таки, то есть, размещаемся. То есть, почему это важно. А вот непосредственно, то есть, было принято решение, что мы будем размещаться в своих ЦОДах. И вот опорный ЦОД, этот ЦОД Кокалининский, его думали. Мы уже съели весь машзал. И по причине того, что и повышается требование к защищенности отказоустойчивости информационных систем в целом, мы стали строить, то есть, второй ЦОД. ЦОД сейчас на Варшавке. Это вот арендованный ЦОД. Но в планах в конце 23-го, то есть, в начале 24-го года в Москве выстроить еще один ЦОД, то есть, свой. И уже разносить информационные системы. С точки зрения отказоустойчивости не только там в уровне ВАД-сервиса, но и в уровне города. Какие же мы сервисы сейчас предоставляем в рамках отрасли? Ну и, в принципе, чуть-чуть еще внешним, то есть, ВАД-заказчиком. Внешним ВАД-заказчиком у нас является, скажем, там, не ежегородской области и прочее. В первую очередь, это, то есть, базовая ИАСА с пасового сервиса, но и все, что, то есть, строится сверху, да, и это информационная безопасность, и вот управлениями базы данных, и всякие различные пасовские сервисы, включая, там, скажем, VDI для удаленной, то есть, работы предприятий и прочее. На следующем слайде вот здесь вот, то есть, представлено, что входит, то есть, прямо вот в минимальной базовой сервис, да, это вот выделено, то есть, это и виртуализация, вот оборудование, вот дата-центр, портал, биллинг, но и до какого уровня мы готовы, то есть, предоставлять на базе этого сервиса. В принципе, у нас есть заказчики, то есть, которые отдают полностью инфраструктуру нам на поддержку, то есть, включая и управление уже оконечными сервисами для клиента. Ну, и самое, наверное, интересное, да, вот то, о чем можно сейчас поговорить, и, в принципе, то есть, предпосылки, то есть, что же нам, то есть, принес 22-й год, да, и что нам несет 23-й год. На самом деле, вот весь 22-й год мы занимались не то, чтобы развитием облака, сколько его подстраивание под новые, то есть, требования и новые, то есть, реалии. Здесь проставлены не все, то есть, вот нормативные документы. Скажем так, что документы внутреннего, то есть, регулятора, да, в атомной отрасли зачастую опережают от регулятора внешнего, то есть, как в СТЭК и ФСБ. Новых, то есть, постановлений, то есть, приказов вышло достаточно много. Многие средства защиты информации, то есть, потеряли свои сертификаты. Следовательно, то есть, нужно было, то есть, перестраиваться, перестраиваться очень-очень сильно. И здесь вот, то есть, вкратце, то есть, представлено, что же было сделано за 22-й год. То есть, первое, это переаттестация под совершенно, вот, новые, то есть, требования в СТЭКа. Те требования, что сейчас по виртуализации вышли в декабре прошлого года, ну, на самом деле, то есть, из больных и сложных, что мы себе видим, это очистка, то есть, памяти от виртуальных, то есть, машин, об этом, то есть, нужно подумать. То есть, это весьма сложный и трудоемкий, то есть, процесс, и, как бы, я знаю много, то есть, ватт облаков, где это, в принципе, то есть, не реализовано, и еще пока ни одного не знаю, где это реализовано. Изначально, то есть, ну, как бы в инфраструктуре мы использовали и продукты фирмы ВМВ и других приоритетарных, то есть, вендоров мы остановили, то есть, практически все развитие, то есть, иностранных вендоров. На конец 22-го года более 70% инфраструктуры по виртуализации у нас импорта замещено. Это сложный шаг, потому что все прекрасно знают, что есть там мощный интерпрайз, и, конечно, в интерпрайзе, то есть, легче использовать интерпрайз, то есть, продукты. То есть, ну, когда ты с проблемой остаешься один, то есть, на один со своим облаком, это, то есть, вызывая сначала панику, а потом осознание, а следующим, то есть, этапом уже решение, то есть, проблем. Конечно, то есть, базовую вот операционную систему мы стали использовать RedOS. Мы перешли полностью не только на отечественные, то есть, свои компоненты виртуализации, но и все, что касается слоев ниже. Мы используем отечественное оборудование, мы используем отечественные операционные системы, мы используем, то есть, форк от Mail.Rules со своими, то есть, доработками, что касается вот атомной отрасли. Еще из прям сложных, то есть, и болезненных вещей, вот на антипланерке, то есть, вот тоже это вот обсуждалось, это защита периметра на границе АСАЗИИ, то есть, от внешних, то есть, вот угроз. Мы отказались от зарубежных международных экранов, мы перешли, то есть, полностью, то есть, вот на отечественные. Это еще в процессе, не все, то есть, компоненты еще у вас замещены. В первую очередь, это связано с тем, что, ну, это, это прям больно, это прям боль-боль. Те решения, что сейчас есть из отечественных на рынок, то есть, естественно, не умеют и не могут работать с таким объемом, то есть, и сетевых правил, и передачи информации. Вместе с вендорами, вместе, то есть, с коллегами мы, то есть, путь проходим, и я думаю, что, то есть, результаты, они вот обязательно, то есть, будут. Еще то, что обсуждалось на антипланерке, мы перешли, то есть, полностью к Zero Trust. У нас сертифицировано SDN, мы контролируем не только между вот тенантами, то есть, трафик информационный по потоке. У нас, по сути, каждый адаптер виртуальной машины стал умеющим экраном. Это смена и парадигмы, это уже отсутствует, то есть, классические, то есть, зоны, там, в виде, там, DMZ, inside, management, то есть, прочее. Нет, у нас, то есть, плоская сеть, и мы, то есть, понимаем, что каждая виртуальная, то есть, машина, каждый информационный поток должен быть описан. Следовательно, и для информационной безопасности, и для инженерного состава, это, ну, как бы, привело к увеличению, то есть, начала, то есть, работы, а дальше к систематизации знаний. Это прям очень важно, именно систематизировать, то есть, то, как вот открываются сетевые, то есть, безопасности, как вы контролируете, то есть, трафик, то есть, перемещение, вот между, то есть, виртуальными, то есть, машинами, тентами и прочее. У нас есть своя команда Red Team, то есть, призываю его отыметь, то есть, в более-менее, то есть, круто, как компанию, то есть, вот таких людей, кто может, то есть, оценить и привести, то есть, специфичные, то есть, тесты. Если вы это не можете делать сами, лучше, то есть, все это заказывать на внешнем рынке, это очень полезно, можно скрыть, то есть, до 80%, то есть, нарушения в области ИБ, ну, потому что человеческий фактор присутствует, могут быть забытые и порты, и пароли, и не непримененные, то есть, всякие различные вот шаблоны, и, в общем, это прям best practice. И для чего же мы это все, то есть, сделали, да, и чем же это все, то есть, вылилось, да? В конце прошлого года была, вот, образована новая компания, вот, MPO Keys для защиты критических информационных, то есть, ВВА-систем. В первую очередь, это создание, вот, доверенных, то есть, программных, вот, аппаратных комплексов. В частности, то есть, мы стали, то есть, расти, как REC-scale и масштабироваться, и заказывать, то есть, уже под ключ те стойки, то есть, которые, вот, необходимы уже с установленным, то есть, специфичным программным обеспечением, в соответствии, то есть, со всеми, то есть, требованиями от регулятора, как внешнего, так и внутреннего, что привело, то есть, просто к быстроте ввода, то есть, новых ресурсов в облако. Это, ну, то там, скажем, для облаков, это, то есть, прям, вот, тоже best practice. На самом деле, вот, у меня все. Если есть вопросы, задавайте, готов ответить. Я воспользуюсь своим служебным положением и задам пару вопросов. А зал прошу пока тоже подготовить вопросы. Леш, спасибо большое за доклад, с интересом его прослушал. Подскажи, я правильно понял, что сейчас пока у вас один сот большой? Уже два. Уже два. Сердина 22-го года уже два. Два, ну, практически равнозначные, то есть, плеча. Мы размещаем и там, и там информационные системы и делаем вот дизаструк. А интерконнект между площадками на чем? Это DCI, выделена оптика. А как-то трафик защищаете между площадками? Естественно, мы шифруем, то есть, все, что только можно, то есть, по ПАГОСТу. Чем вас защищаем, сказать, к сожалению, не смогу. Ни Бобер, ни Дионис. Не могу назвать, то есть, вендора, к сожалению, этого. Понятно. У тебя прозвучало, что вы, основную операционку используете RedDOS. Вот интересная история с обновлением безопасности для этой операционки. Он же на базе RedHat, насколько я помню. Ну, они, скажем так, что да, RedHat-френдли или CentOS-френдли. Ну, если посмотреть, не так много у нас отечественных операционных систем. Некоторые из них, то есть, базируются на нано-дебине, вот другие нано-фри, то есть, BSD, третий на CentOS. И мы выбрали, то есть, переход в то, что было, то есть, более безболезненно и более быстро. Ну, ты не ответил на вопрос, как там с обновлениями. Обновления выходят за заявлением, то есть, периодичностью, если честно, то есть, мы стараемся в цикл, то есть, ну, хотя бы раз в месяц пропатчить все. Но периодически, то есть, какие-то очень жесткие обновления, кто меняется, то есть, структуры, либо библиотеки, ну, раз в квартал. Спасибо. И еще один вопрос. Насколько я понял, вы отказываетесь от ВМВАРа, а альтернатива, очевидно, наверное, КВМ. Альтернатива, да, это ВАД-форк от ВК со своими, то есть, ВАД-доработками и допилами. Вот, собственно говоря, то есть, там где-то процентов 60, то есть, всей инфраструктуры будет размещено. В ВМВАРе, ну, если вот вернуться в 2016 год, изначально мы облако строили на двух больших сегментах. То есть, первый ВАД-форк был это ВМВАРе, это SDDC от ВМВАРе, то есть, это полностью, то есть, вот облако и стек вместе с автомейшным биллингом и прочее. Мы даже очень сильно просили в ВМВАРе это все сертифицировать, оно сертифицировало, то есть, было сертифицировано и сама сфера, и NSX, и автомейшн, и вот EDM. А второе, то есть, часть, мы понимали, что, то есть, вот нужно с точки зрения импорта, замещения, с точки зрения, чтобы не ложить все яйца в одну какая-корзину, то есть, вот иметь какой-то альтернативный стек. Альтернативный стек был, то есть, выбран, то есть, ВВК, Клауд, ВАЗ Солюшн, и мы на нем строимся. Спасибо. Еще, насколько я знаю, в Гренатоме есть суперкомпьютеры на много-много террафлопс. Как вы их используете для своих задач и предоставляете ли сервис такой? Сервис мы такой не предоставляем. Задачи у них вот сугубо специфичные. Вот, это не открытая система. Веч в себе такая, да? Да. Спасибо. Коллеги из зала, есть вопросы? Спасибо за доклад, очень интересно. Подскажи, пожалуйста, Zero Trust рассказал, что есть фаерволы на каждой виртуальной машине, а между виртуальными машинами шифрование есть какое-то или нет? Смотри, в границах одного тенанта это очень бесполезная штука. Это про локационный вопрос был, да? Нет внешних, то есть, бимфакторов. То есть, как только вы выходите за границу, то есть, как АКЗ в ЦОДе, то есть, в обошифровании, естественно, нужно. Ну, то есть, внутри ЦОД ответ такой, внутри ЦОД шифрования нет. Мы не используем открытые, то есть, протоколы, используем в обошифровании, то есть, SSL и TLS по всем, то есть, протоколам, что есть, да? Ну, то есть, мы не гоняем абсолютно открытый, то есть, трафик, то есть, там, с парольной информацией и прочее. но мы не используем физических шифровальщиков для передачи информации. Понятно, не физические, понятно, это все дело на уровне аппликейшенов, но там какая-нибудь телеметрия или что-нибудь в этом роде, там логи как-то летают вот в эту сторону. Ну, вы далеко, то есть лезете, конечно, вглубь. Я понимаю интерес, отвечу округло, потому что очень сильно меня просили, не говорит, то есть как мы защищаемся и что мы там делаем. Да, используем, все зависит от того, где стоит, какие функции выполняет эта виртуальная машина и в каком-то станете. Вот тоже меня натолкнул на вопрос. Виртуальный firewall – это, по сути, реализация таких security group, как VVS и Azure. Да, да, да. Поним, спасибо. Коллеги, следующий доклад у нас Иван Гузев, Cloud Security Megafon. Сегодня я хотел бы совсем коротко рассказать про тему комплайенса со стороны облачного провайдера и понять, в общем, какая есть проблематика и как вообще это выглядит со стороны провайдера облачных услуг. И сначала, наверное, хотел бы рассказать о том, какие есть проблемы в части развития облачных сервисов и как эти проблемы связаны с комплайенсом и доверием поставщику облачных услуг. Итак, в самом начале хотелось бы просто показать статистику. что она открытая, это то, что мы посмотрели и обратили внимание, когда пытались мы там разобраться с причинами и проблемами развития облачных сервисов. И здесь вот на этом слайде очень хорошо видно и важный момент, чему уделен. То, что облачные сервисы, в принципе, в России развиваются очень быстро, активно и быстрее, чем в мире, так как есть некое отставание и попытки догнать общемировой рынок. Но при этом проникновение облачных сервисов в рынок Российской Федерации довольно низок в сравнении с общемировым. Соответственно, также дальше хотели понять, почему так происходит. И также обратились к статистике, которая существует. И здесь тоже очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что крылоигольным камнем в проблеме продвижения облачных сервисов на рынок является проблемой безопасности. Причем, в первую очередь, это проблема доверия к поставщику облачных сервисов, проблемы с тем, почему, с невозможностью контролировать поставщика облачных сервисов. И одна из самых тоже важных проблем – это проблема compliance. То есть, все клиенты, как правило, боятся регуляторов и довольно аккуратно подходят к переходу в облачные сервисы при наличии этих рисков. Мы попробовали сгруппировать все эти проблемы, которые мы выявили в пять основных критериев. И вот получилось следующее, да, и там можно еще укрупнить даже на три темы, разбить. Первое – это у нас, к сожалению, в законодательстве не всегда однозначно трактуется возможность передачи тех или иных видов данных на третью сторону, либо есть, допустим, определенные ограничения, которые не дают спокойно и быстро любой компании воспользоваться облачным сервисом. Вторая группа – это вот краски наличия стандартов и какой-то доверенность среды аудиторов, которые по этим стандартам будут проверять именно для облачных провайдеров с учетом их специфики и с учетом направленности их бизнеса. Ну и третья, на самом деле, такая большая проблема – это разграничение зоны ответственности при предоставлении облачных сервисов. Тоже довольно большая проблема, большая боль, которая тоже, в общем-то, пересекается с темой комплайенса облачных провайдеров. Вот посмотрели на международный рынок, и там основной их прорыв, наверное, в развитии облачных сервисов – это наличие довольно большого количества специализированных стандартов, которые постоянно развиваются, появляются, поддерживаются государством, которые направлены именно на проверку облачных провайдеров. Есть большая, довольно разлитая сеть аудиторских компаний, которые проводят сертификацию по тем или иным требованиям и стандартам. И есть довольно большая поддержка, скажем, понятные требования со стороны регуляторов, в котором они говорят, что при условии соблюдения требований таких-то стандартов облачным провайдерам, которые созданы именно для них, можно этими услугами пользоваться такой-то и такой-то отрасли, или таким-то компаниям. В России мы подходим, у нас несколько иной подход, то есть по международным стандартам мы также проходим аудиты, сертифицируемся, но несмотря на то, что в России есть довольно большое количество различных федеральных законов и подзаконных актов, которые устанавливают определенные требования к информационным системам различного рода данным, различного рода тайнам, все эти подходы, все эти документы, они имеют такую узкую направленность требований, так скажем, к информационной системе, которая, как подразумевается, находится под управлением целиком и полностью у одного клиента. Это не сервис, он примес решения, и на него эти требования прекрасно ложатся, и их можно прекрасно выполнять и заблюдать. В случае же предоставления сервиса появляется третья сторона, и подходы к проведению комплайенсов по тем или иным требованиям, либо регуляторным, либо международным стандартам, он несколько отличается. И здесь важный момент, на что, как это обычно проходит, на что важно обратить внимание, это зона ответственности. То есть есть определенная зона ответственности у провайдера, причем она может отличаться в зависимости от того, какие сервисы предоставляет компания. И есть зона ответственности клиента, которая далеко и полностью находится под его управлением, и, как правило, провайдер даже не в курсе о том, как и что там работает. И как мы сейчас подходим? Мы берем требования, те или иные, будь это регуляторные, и пытаемся их довольно творчески вместе с аудиторами применить к этим зонам ответственности. И в принципе это получается, и это работает, и мы имеем аттестаты и сертификаты оценки соответствия по многим-многим законам, но это все равно довольно творческий подход. И позиция регулятора, российских регуляторов, она в принципе совпадает, но четко и понятно, нигде не обозначена, ни в каких документах она, в общем-то, не прописана. Ну и, соответственно, что это дает клиенту, если он размещается на платформе облачного провайдера? Первое. То есть у него есть определенные гарантии того, что при соблюдении, то есть при аттестации его информационной системы в облаке или при проведении проверки со стороны той или иной организации регулятора, то у него не будет проблем. Поэтому со своей стороны мы предлагаем клиенту какие-то документы на соответствие облаку, готовы провести с ним совместный аудит и показать, что все необходимые требования выполняются. И далее уже сам клиент, в зависимости от того, какой сервис он потребляет, устанавливает или реализует дополнительные требования информационной безопасности, связанные с обеспечением безопасности канала, операционной системы, приложения, если это, мы говорим, какой-то классический АС. И далее очень легко проходит аттестацию и сертификацию, и оценку соответствия. То есть такие кейсы уже есть, и это довольно рабочий момент. Но здесь у нас хороший опыт в том, что уже давно пробировано. Это очень хорошо работает, не знаю, по ПЕРС данным, и уже есть какая-то там правоприменительная практика о том, что это работает, это правильно, это хорошо, и регулятор, в общем-то, на это положительно смотрит. Но у нас есть много других требований, федеральных законов, и здесь, на самом деле, аттестация вроде бы тоже проходится, все меры выполняются, но как будет там проходить проверка, и насколько там она будет правильной, здесь такого опыта нету, поэтому, в общем-то, наверное, ждем, и, может быть, коллеги поделятся, может, у них есть такой опыт, они могут чаще работать с этими вопросами. Ну и второй момент – это compliance не только в части облачной инфраструктуры, но и предоставление определенных сервисов, которые помогают компаниям проходить сертификацию, аттестацию или аудит своих систем. Что нам показал нам 2022 год? То есть, во-первых, а, редкий скачок различных атак, второй момент – это уход большинства... Примитивно уже внедряли средства, и многие для того, чтобы быть, опять же, требованием регуляторов и быть в compliance. Хотя и здесь, на самом деле, тоже в этом вопросе есть определенная проблема с точки зрения того, как регулятор смотрит на закрытие требований с использованием каких-то внешних сервисов информационной безопасности. И здесь тоже, в общем-то, на самом деле, есть только устные заявления, и они, в общем-то, принимаются сейчас этот обсуждение, но там где-то в прописанных, явных, понятных взгляда на эту позицию я, честно говоря, не встречал. Ну и о том, что, как я и сказал, в 2022 году довольно большое количество пришло именно на сервисную модель, в том числе по информационной безопасности, и довольно большое количество рассматривают, и вот в этом году уже начало показывает в том, что многие решились и переходят, потому что это проще, это быстрее и выгоднее. Ну, здесь немного о сервисах, потому что у нас есть довольно большая линейка, и эта линейка, в общем-то, построена на импортозамещенном программном обеспечении, многие сервисы построены на сервисированных программных обеспечениях, и востребованность, особенно на сервис сетевой защиты, сейчас прям очень-очень большая. Ну и там, в заключение, наверное, хотел добавить, прошли там многие аттестации, сертификации, и проходили их именно вот тем способом, которым я рассказывал до этого, и что, в принципе, это возможно, это работает, и на примере там тех же, того же закона персональных данных, это вполне рабочая схема, но с точки зрения там проверки. Все, я, наверное, все. Ваня, у меня будет пару вопросов, наверное. Первый, у меня взгляд зацепился за криптошлюзы, а что за вендоров вы используете у себя в облаке, если не секрет? Я не знаю, можно или нет рекламы делать, на самом деле у нас не так много вендоров. Ну, зеленый, синий. Мы пользуемся тремя самыми популярными. То есть на базе трех самых популярных вендоров мы оказываем сервис защиты каналов. Это чисто для клиентов из маркетплейса вы предоставляете? Ну, как сервис для клиентов. Ну, не обязательно облачных. То есть мы можем это оказывать и для внешних. Я понял. А сколько у вас сцодов? У нас сейчас четыре площадки по всей России. То есть это две в Москве, от Новосибирск и Хабаровск. И все они интерконнект тоже оптика? И они, да, соединены. Да, все верно. А интерконнекты как-то защищаете? Мы интерконнекты защищаем. Да, но здесь важно понимать один маленький момент, что есть часть решений, которые... То есть часть облака, которая соответствует тем или иным требованиям, и есть там часть облака, которая там пока... То есть, которая нет комплайенса с текущими регуляторными требованиями. И для вот этих площадок, вот этих выделенных мест, которые соответствуют федеральным законам, там, как правило, интерконнект не нужен. То есть мы не делаем там геораспределенную защищенную облачную платформу для аттестованных контуров. Ну, то есть, другими словами, интерконнект защищаете не сертифицированными СЗИ? Ну, да, для аттестованных сегментов, да. Точнее, для неаттестованных... Ну, и там же скорости, наверное, 10G и выше? Да, 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 именно поэтому, в общем-то, мы... А наши любимые вендоры не все еще имеют в виду. Не все имеют в виду, да, к сожалению. Понятно. И вопрос еще про разграничение зоны ответственности. У тебя в презентации была эта фраза. А можешь чуть больше раскрыть эту тему? В чем заключается разграничение зоны ответственности? Это какой-то слоеный пирог? Ну, безусловно. То есть, почему у нас есть сложности с притягиванием стандартов, федеральных законов, законных актов на текущую облачную инфраструктуру при проведении сертификации аттестации? То есть, есть, допустим, определенная зона. Она связана с дата-центром, с виртуализацией, с рабочими местами администраторов, с внутренними процессами провайдера, при его операционной деятельности, отказовстойчивость именно системы управления облаком. И есть часть, которая недоступна, скажем так, облачному провайдеру. И там, в зависимости от того или иного типа сервиса, она может отличаться. До классического инфраструктурного сервиса это начинается с операционной системы. В операционной системе находится под управлением клиента, находится приложение, и этим управляет всегда клиент. И порой мы, как оператор, даже не всегда знаем, какие там системы крутятся, обрабатываются, и что там работает на стороне клиента. Поэтому, именно исходя из этого, мы, в общем-то, и подходим. Действительно, это слоеный пирог, и он, причем слои постоянно меняются, в зависимости от того сервиса, который ты предоставляешь. И при детальном рассмотрении этих требований, на которые ты аттестуешь или сертифицируешь свое облако, ты оттуда выдираешь только ту часть, ну, как тебе кажется, которая соответствует именно твоей зоне ответственности. Вот про слоеный пирог и слои, которые перемешиваются, у меня пришла аналогия сель под шубой. Вроде она слоеная, а потом перемешала, и получается винегрет. Такого не происходит с соответственностью? Ну, нет, почему? Как? Нет, не происходит. Потому что здесь, ну, как бы, у лодочного провайдера, у них всегда есть четкая и понятная зона ответственности, потому что дальше, ну, это, знаете, классическое такое разделение на ИАСы, ПАСы, САСы, в которых, в общем-то, понятно, где администрируют провайдеры, где администрируют клиенты, и эти зоны никак не пересекаются. Окей, я дам тебе пока передышку. Мы продолжим, наверное, дискуссию. У меня есть заготовленные вопросы. Потому что в зале есть у вас. О! Сережа, давай. Спасибо за доклад. У меня вопрос, наверное, продолжения слоеного пирога и всяких коктейлей с разными слоями. У меня на слайде было чисто и АСНО распределение сервисов. Что насчет того, чтобы захватить операционную систему, базу данных, то есть ближе уже к СААСу, и самое вкусное, что там с сертификацией. Например, хочу сертифицированную СУБД. Как и как распределение ответственности, если есть сейчас уже готовый ответ? Или это проблема? Проблема всегда. Понятно. Ну, подискутировать по этому поводу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Здесь же как мы подходим, именно разделяем ответственность, исходя из того, что находится в нашей зоне управления, что находится под нашим администрированием. Если мы, условно говоря, предоставляем какой-то пасный сервис, который связан с базами данных, то просто мы берем, если мы говорим про вопрос аттестации и сертификации, то мы берем из тех требований, которые есть, чуть больше того, что мы используем для ИАСа, пытаемся использовать какие-то сертифицированные средства, наложенные защиты на базу данных, либо использовать какие-то сертифицированные отечественные базы данных, которые удовлетворяют регулятора в случае проведения аттестации. И далее на это готовятся, соответственно, еще документы и аттестаты, и мы этим управляем и следим за безопасностью именно в этой части. Именно, опять же, с этим у нас, как правило, возникают сложности при проведении аттестации, потому что определить какие-то эти требования для каких случаев применимы довольно сложно. Иван, а какие базы данных вы используете для оказания сервиса? Хороший вопрос. На самом деле у нас их основная, это все-таки была Майсгель, но сейчас на постгресс переходим. Я стесняюсь спросить, а Яндекс.дб еще не используете? Нет пока. Советую. Продукт плагинса такой небольшой. Коллеги, двигаемся дальше. Теперь у нас доклад моего коллеги из Яндекса Дмитрия Кудинова и Дмитрия Никифорова, которые расскажут про рискориентированный подход в облачных провайдеров и операционную надежность. Добрый день, коллеги, еще раз. Дмитрий Никифоров, я из компании консультанта Card Security. Мы сегодня вместе с Дмитрием Кудидовым из Яндекс.Облака и расскажем про такую штуку, как операционная надежность при использовании сервис-провайдеров вообще, ну и облачных провайдеров в частности. Операционная надежность или отказоустойчивость. Ну, применение облаков, понятная штука, не революционная, не новая, появившаяся, не сегодня. И сегодня мы о ней уже много говорили. Понятно, облака имеют и плюсы, и минусы. И, наверное, распространенными минусами действительно является страх. Страх, что ой, будет тяжело пройти какие-то проверки по комплайнсу. Страх, что ой, не удается контролировать сервисного провайдера, видеть, что он делает, понимать, как он это делает. Плюсы, с другой стороны, как раз из этого же вытекают. Вам не нужно заниматься всем тем, что делает сервис-провайдер. Не нужно думать про здание, про его ремонт, про пожаротушение, про огромный плац задач, зачастую даже не айтишных, которые возникают и требуются быть завершенным ему до того, как вы сможете хотя бы создать свой сервис. Что мы сегодня хотим рассказать, что, по крайней мере, в аспекте отказоустойчивости при применении сервис-провайдеров можно решить многие ваши задачи, ваши хотелки именно силами сервис-провайдера. Ну и вам хорошо. Для начала, как мы с Дмитрием делимся, я буду рассказывать про то, что бывает и как оно требуется, откуда взялись требования к обеспечению отказоустойчивости или рекомендации или хотя бы желания. А Дмитрий расскажет, как это можно попробовать сделать. Соответственно, откуда берутся требования. Ну, нормативка. Я буду рассказывать про то, откуда требования взялись, Дмитрий расскажет про то, как их можно сделать. Взялись они, ну, традиционно из нормативки. Я к нормативке отношусь достаточно хорошо. И если внимательно таки прочитать, там часто есть объяснение, что и зачем можно и нужно сделать. Соответственно, в части отказоустойчивости в изделии операционной надежности требований пока что достаточно мало. Ну, впереди планеты всей Банк России и это требования свеженьких ГАСТов 57580.3.4. Ну, это у нас Росстандарт, а Банк России это положение 779-ое и 787-ое. Собственно, к обеспечению операционной надежности. Кроме того, в старенькой нормативке в приказах в стек 17 для государственных информационных систем и приказе в стек 21 для персональных данных для первых класса и уровня есть достаточно лаконичное требование обеспечить дублирование и резервирование ключевых компонентов. На этом как бы все. Ну, и из совсем нового это экспериментальный правовой режим 806-10, который про недопустимые события. Ну, я думаю, падение системы нафиг как-то недопустимые события. Если ничего не работает, будет больно. Естественно, что же получается нужно делать с тем, кто приходит в облака или в сервисные провайдеры для того, чтобы туда прийти? Грубо говоря, нужно понять, какие системы вы можете и хотите передавать, не системы, процессы подряд на аутсорс. Именно как хотите ли. Если вы понимаете, что вы хотите что-то отдать на аутсорс, на подряд, то какие требования регуляторов внешних, регуляторов внутренних, ваших аудиторов, ваших главных компаний к этим процессам и к системам, из которых процессы состоят, можно и требуется применить. Еще один важный момент, если вы переносите систему куда-то далеко, очевидно, с ней надо работать, с ней надо работать вашим сотрудникам, с ней надо работать вашим клиентам, с ней надо работать прочим вашим системам, то есть нужно придумать, как вы будете с ней связываться. Удобнее, чтобы не было зоопарка, чтобы это было не так тяжело поддерживать. Сделать какие-то единые требования по подключению, ну или хотя бы для каждой переносимой системы разработать какие-то требования, это точно придется. Свои собственные внутренние. Ну и наконец, для самих себя определить, как вы будете мониторить, работает ли перенесенная к сервис-провайдеру система и работает ли вообще сервис-провайдер. А то вам кажется, что все хорошо, а там может все упало. Или наоборот, вам кажется, что все упало, а на самом деле все хорошо. То есть получается, что какую-то часть работы все равно необходимо сделать в себе. полностью полагаться на то, что придет красивый умный подрядчик и сделает все за вас, не бывает. Но внутри себя приходится определить процессы переносимые и исходя из требований, которые вы придумали, нужно предположить или придумать или оформить или сделать, неважно. Прикинуть SLA. Какую надежность вам нужно для процесса в целом? Процесс в целом очевидно раскладывается на какие-то раздельные системы, на сервера, на диски, на каналы связи. Соответственно, вот разложите SLA к отдельным компонентам. При делании SLA своего вы не забываете, что и ваша система иногда вам нужно планово остановить, обновить, перевести с места на место. В общем, какие-то технологические окна могут быть у вас. Технологические окна, естественно, бывают у любой компании, включая сервис-провайдера. Это, ну, надо понимать, что либо на ваш SLA может влиять технологическое окно вашего провайдера, либо, если вы не хотите ухудшать свой SLA, вам нужно придумать какие-то меры или требования, которые позволят при делании работ на стороне сервис-провайдера вашей системе все равно работать, переключиться на что-нибудь. Ну, естественно, ассет-менеджмент никто не забывает. Нужно как-то иметь каталог, список, реестр того, что вы перенесли и как оно друг с другом связано. В том числе, чтобы получался вот из SLA отдельных серверов SLA в целом процесса и мониторить это, то есть придумать метрики мониторинга. И, собственно, что тут может дать сервис-провайдер с оговоркой зрелый, подходящий вам, качественный, тот, которого стоит выбрать. SLA. Ну, сервис-провайдер, коммерческая компания, которая хочет оказать вам услугу и не хочет каких-то конфликтов, споров, арбитража. Для этого сама компания, сервис-провайдер, очевидно, вынуждена разработать SLA, в котором описывает, что такое хороший сервис, что такое нехороший сервис. Если вас этот SLA устраивает, вы его можете просто переиспользовать. Либо, глядя на него, вы можете понимать, хватает вам его или не хватает, и нужно ли его улучшить. Но это уже некий документ с готовой структурой. У вас и данные появляются, документ. Дальше. Нужно мониторить. Опять же, поскольку сервис-провайдер компания, которая хочет оказывать услуги без проблем для вас, они сами мониторят свою инфраструктуру и для вас дают много инструментов мониторинга. Это иногда встроенные, иногда отдельные услуги, но в любом случае эти инструменты есть. То есть у вас есть возможность посмотреть, работает ли то, что вы перенесли. Про архитектуру. Вот помните, я говорю, что лучше, чтобы не было зоопарка, делать более или менее типичные варианты взаимодействия с унесенной в облако или в сервис системой. Сервис-провайдер, опять же, для облегчения своих проблем инфраструктуру делает типизированной, типичной, одинаковой. То есть есть какие-то более или менее типичные методы взаимодействия. соответственно, можно их узнать или можно выбрать подходящий и его использовать у себя. У вас будет меньше зоопарка, вам будет легче с этим работать. Ну и тут у разных сервис-провайдеров бывают разные дополнительные вещи, которые могут позволить улучшить аналитику отказов или мониторинг, или переключение в случае необходимости. То есть бывают разные дополнительные инструменты. Как я и говорил, естественно, подрядчики бывают разные, вам нужен хороший, зрелый, подходящий. Поэтому вот главное, что нужно сделать, это сформировать требования к подрядчику и выбрать подрядчика, который может обеспечить нужные вам требования и в части IT, как раз отказоустойчивости мониторинга, и в части IB, то есть соответствие комплаенсу. Ну а как это сделать, ну лучше расскажет Дмитрий. Лев уже представил меня. Меня зовут Дмитрий Кудинов, я руковожу комплаенсом в Яндекс.Облаке. И по большей части я буду говорить здесь про доступность и немножко, совсем немножко про конфиденциальность. Яндекс.Облако это публичное облако, наверняка многие знают, и при проектировании Яндекс.Облако мы надежность и отказоустойчивость закладывали уже на самых ранних этапах. Яндекс.Облако оно состоит из трех цот, они распределены по разным регионам России. У нас свои собственные дата-центры, свои каналы связи, то есть мы здесь независимы от сторонних каких-то подрядчиков, нас все обеспечивается так сказать своими силами. уже сказал, что из трех ДЦ состоит Яндекс.Облако, у нас внутри строгие регламенты и мы регулярно тестируемся, как живет Яндекс.Облако при минус один ДЦ, то есть у нас регулярное учение, один ДЦ отрубается, как ведут себя сервисы при такой деградации. И тестирование проходит успешно, собственно, те недостатки, которые находятся, они фиксятся, делаются выводы, и постоянный такой итеративный процесс улучшения. Ну и не дает скучать нам соответствия требованиям, Яндекс.Клауд соответствует PCI-DSS, прошли оценку соответствия по ГОСТ 57580 и в качестве базы мы используем ИСОшные стандарты 2701, 17, 18, недавно прошли по ИСО27701, это стандарт части Privacy, ну и конечно же 152 ФЗ, у нас есть аттестация соответствия, УЗ1, все эти требования мы выполняем уже год за годом и постоянно улучшаем нашу систему безопасности. Так, идем дальше, вот тот как раз о чем говорил Дмитрий, это SLA и в целом управление ожиданиями. Если вы используете публичного облачного провайдера, вы вправе ожидать и понимать за сколько служба поддержки ответит, за сколько будет восстановлен сервис. В Яндекс.Клауд мы публикуем SLA, для некоторых сервисов они на слайде, а полный перечень по QR-коду можно посмотреть по ссылочке. В целом моей презентации будет много ссылочек, много QR-кодов, потому что формат такой, что за 20 минут невозможно наиболее полно описать каждый сервис и раскрыть все его детали и возможности. Идем дальше. Важный учет это инвентари. Если вы используете облако, вы абсолютно точно и прозрачно понимаете, какие сервисы у вас запущены, что крутится именно сейчас в продакшене, что в тестовой среде. И в Яндекс.Клауде это можно очень легко посмотреть тремя способами. С помощью самый простой способ это зайти через вебморду, просто накликать, посмотреть, какие ресурсы крутятся. Для более продвинутых ребят можно использовать команд-лайн интерфейс или консоль. И также процесс управления доступом очень важный процесс с точки зрения информационной безопасности и доступности. Яндекс.Клауд есть Identity Management Service, он же IAM. В нем легко настраиваются права, и мы здесь рекомендуем настраивать совместимую федерацию по протоколу SAML, где, допустим, прикрутить ваш Identity Provider, например, Active Directory, и управлять привычными способами, привычными права, пересматривать их в соответствии с вашими внутренними процессами. Ну и в целом, при использовании облаков абсолютно прозрачные зоны получаются, то есть вы точно понимаете, за что отвечаете вы, на какой инфраструктуре у вас, на какую инфраструктуру у вас завязаны те или иные процессы, приложения, и если вдруг произойдет сбой, то понятно, куда идти, либо к провайдеру, либо к внутренним коллегам и разбираться, спрашивать уже с них. Мониторинг и реагирование. Для начала несколько слов про мониторинг. В Яндекс.Клауде есть отдельный сервис, который называется Яндекс.Мониторинг. Эта штука, она по большей части направлена на айтишную составляющую, такой айтишный мониторинг. Он позволяет отслеживать состояние сервисов в Яндекс.Клауде. Там есть апи, можно загружать метрики, можно выгружать метрики. И прикольная штука, можно делать свои дешборды. Я думаю, если у вас есть какая-то дьюти-команда, команда дежурных, то она оценит такую возможность. Про мониторинг. Теперь про мониторинг аудитных логов. В Яндекс.Клауд есть как минимум несколько сервисов. На слайде здесь представлены два. Аудит.Рейлз, Клауд.Логин. Эти сервисы позволяют собирать аудитные логи с ресурсов Яндекс.Клауда. Дальше как-то их группировать и обрабатывать. Можете их отправлять например к себе в СЕМ, если он у вас есть. Если нет, вы можете настроить с помощью Яндекс.Куэри какие-то серчи и периодически прогонять их. В зависимости от того, как вы построите процесс у себя, как вы регламентируете, так можно гибко настроить ресурсы Яндекс.Облако. по QR-кодам можно поподробнее посмотреть мы прям там описываем кейсы как это работает и как можно удобно построить свою аналитику корреляцию и процесс реагирования в целом. Пару слов про реагирование У нас есть модуль Trail Function Detector Эта штука очень просто настраивается и она умеет отправлять оповещения мы допустим у себя внутри отправляем нотификации в группу дежурных в Telegram но это зависит от вашего процесса куда отправлять и можно запилить автоматическое реагирование с помощью Cloud Functions вы можете написать свою функцию которая будет там что-то делать как-то реагировать или как-то обрабатывать события которая будет получена из сервисов о которых я говорил на предыдущем слайде балансировщики лод-балансеры здесь в Яндекс.Облаке есть их две штуки Network и Application понятно что они работают на разных уровнях на четвертых на четвертом на седьмом задачи их по сути простые это отказоустойчивость приложений распределить нагрузку по облачным ресурсам или в случае с седьмым уровнем по вашим бэкэндам вот можно объединять в группу создавать какую-то балансировку трафика вот ну и балансировщики работают так что постоянно опрашивают ресурсы в группе и направляют трафик только на те которые отвечают которые по сути работают DDoS Protection мне кажется в каждой из предыдущих презентаций коллеги говорили про DDoS вот в Яндекс Клауд есть тоже такая функция она настраивается на внешние IP адреса вот может быть настроены балансировщики на виртуальной машине ну и по сути работает она просто постоянно мониторить трафик обнаруживает какие-то аномалии ну и отбрасывает вот эти вот аномалии короче отбрасывает нежелательный трафик в итоге Solution Library это такая библиотека которую мы делим на три куска первый кусок это по части информационной безопасности второе называем управление рисками и действия по их снижению и третий это все остальное то есть по сути это наши экспертные знания и опыт которые мы накопили за время функционирования Яндекс.Облако вообще в целом хочется сказать что мы прям вкладываемся в документацию мы стараемся ее сделать простой понятной и доступной для всех проводим много вебинаров всякие мероприятия там типа Яндекс.Скейл и так далее вот и рассказываем как работает облако рассказывает как рассказываем нашим клиентам как и соответствовать требованиям и строить свою инфраструктуру в общем если у вас возник какой-то кейс или вы хотите что-то обсудить зайдите в нашу библиотеку решений вот по нашей внутренней статистике 80 процентов таких кейсов они нами уже обработаны и вот лежат в этой библиотеке короче полезная штука рекомендую ознакомиться ну и если говорить об облаках в том числе Яндекс.Клауд правильно говорить о легкости тиражирования для этого есть инстасгруппс это такая группа ресурсов например группа виртуальных машин если вы сделали инстасгруппу вы используете ее вы например можете поставить обновки поставить обновления на каждую машину там несколькими кликами вот либо можете сделать автомасштабируемую группу у вас выросла нагрузка количество виртуальных машин увеличилось у вас упала нагрузка количество виртуальных машин сократилось вы экономите деньги тем самым используя instance группы cloud backup тут наверное какие-то комментарии излишне штука которая позволяет делать бэкапы которая позволяет настраивать автоматику умеет делать инкрементальные бэкапы и полные бэкапы ну и модное нынче направление это инфраструктура как код вы можете написать или взять где-нибудь и модернизировать под себя terraform рецепт и дальше по кнопке разворачивать инфраструктуру в облаке такая мировая тенденция в других облаках там гугловом облаке microsoft of скам там это очень широко используется в целом мир приху переходит кажется на использование вот таких штук как terraform инфраструктура как код она действительно очень полезно по кнопке инфраструктуру развернули что-то там тестируете где-то что-то пошло не так не нужно ничего трубал шутить тратить кучу времени снесли все по кнопке разворачиваете следующую инфраструктуру и импортозамещение понимаю что при этом слове у некоторых начинает дергаться глаз но тем не менее яндекс клауд есть в реестре программного обеспечения но и вообще это российский вендор и у нас как нам кажется понятная прогнозируемая модель развития постоянно они рассказываем на наших метапов конференциях в общем и вы можете как-то планировать свое развитие либо основываясь на нашем либо просто посмотрев и учтя наши планы но в целом у меня все вот понятно что формат призван не позволяет этом подробно полно обо всем рассказать если есть вопросы задавайте поотвечаем сейчас либо можно в кулуарах ну либо приходите в яндекс облако на в там точно о чем-нибудь договоримся спасибо спасибо коллеги наверно присаживайтесь и продолжим разговор уже дальше уважаемые участники кто-нибудь является клиентами там росатома мегафона яндекс клауда вот по опыту могу сказать что но я столкнулся с инфраструктуры как код на практике впервые и оказалось что действительно реально клевая штука она позволяет легко аудировать инфраструктуру показывать аудитором все настройки и не так давно мы прошли проверку цб и как раз показывали нашу инфраструктуру описанную в коде и коллег это весьма впечатлило они были очень довольны результатами проверки теперь у меня несколько вопросов коллегам вопрос следующий был ли опыт прохождения проверок или сертификации с и за и и аттестации инфраструктуры вашими клиентами которые пользуются вашей инфраструктурой начненный рван тебя но я уже на самом деле касался этого вопроса в своей презентации у нас а уже этом неоднократно были проверки наших клиентов на соответствие там требованиях информационных систем требования персональных данных у нас есть опыт когда клиент на нашей аттестованной платформе аттестовал свою информационную систему в том числе по требованию 17 приказов стек то есть такие опыты были но тут то вопрос со звездочкой ваня использовали вы сертифицированные сезеев при аттестации автоматизированной системы и были ли с этим сложности были но в целом тут та часть инфраструктуры которые соответствуют требованиям которые тестована она закрыта естественно сертифицированные средства защиты информации сложности что порой там тебе приходится подбирать эти решения и они не всегда просты в управлении их бесконечное количество наверно да раз двин даращук ок дим тот же вопрос да значит по поводу вот вообще как получить compliance какой-то в облаке здесь я вижу четыре шага первым делом вот только как раз о чем говорил в своей презентации ван нужно понять зону разделения ответственности за что отвечает облачный провайдер за что отвечает клиент это первый такой основополагающий шаг вот мы допустим по писать дсс по фазе 152 по гос 57 580 мы прям выложили на сайте этим матрица разграничения ответственности и надеемся что клиенты что клиенты первым делом придут и почитают за что отвечает он сам за что отвечает облако это первый шаг то есть четко понимаем зоны ответственности второе нужно почитать рекомендации которые дает облако и облачный провайдер чтобы построить инфраструктуру и потом выполнить эти рекомендации либо как-то допилить уже свою текущую инфраструктуру либо построить ее заново вот согласно рекомендациям тоже очень важная штука и на последнем этапе вы ищите своего аудитора и аудируйте только свою зону ответственности вот ваня по моему при своей презентации говорил что аудитор проверяет и облака и клиента вот мы топим за то чтобы облака проходила свою сертификацию получала свои комплайнсы а клиент свои и аудитор проверял только зона ответственности клиента не облака облака уже как бы прошло свою сертификацию получила свои сертификаты а клиент проходит свои вот на такой ответ будет дим а вы как провайдер помогаете клиентам проходить да сама по граблям ходить да 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 вот первым делом мы выкладываем документы выкладываем рекомендации и можем поконсультировать клиента какие у нас были кейсы какие у нас были случаи вот но так чтобы вот прям вести за руку вот такого нет к сожалению клиентов наверное к счастью клиентов очень много но к сожалению мы с каждым так вот нет не сможем пройти поэтому мы здесь как-то стараемся в общем внедрять вот эти практики спасибо алексей те тот же вопрос да но у меня кстати еще есть вопросы к коллегам я чуть то есть позже то есть его от озвучив то есть вот вещая на основе вопрос скажу то есть так то есть первое все информационные системы в атомной отрасли это ки к коллеге у вас есть и ваших облаках или значимых киев это это вот прям раз да чтобы то есть понять на на насколько мы все-таки вот различны то есть между вами 2 у нас от регуляторы до достаточно часто регулярно и очень то есть корпулезно на нас проверяют и касается стека fsb и все 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 что только можно плюс то есть внутренние вот аудиторы то есть это прям маст хэв нету ни одного то есть квартала где бы мы не 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 проходили кроме этого аудит что касается целом да любая вот информационная система размещенная то есть в облаке она в принципе у нас приравнивается изначально к незначимой ки все требования что к ней то есть проявляется они появляются в целом то есть как для системы так и для платформы все-таки вот верну то есть на имя и квану вопрос да это у вас есть ли в облаках значимые вот объекты ки и аттестованы ли ваши вот облака под дсп и кт сперс данными то есть его от услышал да то здесь вопросов нет отвечу за яндекс облака яндекс облака не является ки и мы говорим клиентам чтобы в общем зона ответственности клиента располагать ки и в облаке или нет вот яндекс облака не является заки у вас разные весовые категории лишь и но надо понимать что яндекс облака это публичное облако а все-таки росатомское облако она он он премис если не ошибаюсь правильно же смотрите то есть как бы но не совсем так у нас больше 400 к компаний в атомной отрасли мы предоставляем всем этим к компаниям в размещение то есть его облаке для дочек ну как бы то есть мы как бы в целом для утрасли да это правило но точка зрения всей инфраструктуры все-таки от ноутру своего очень большая и очень разором и очень разнообразно но я понял вас да но все равно вы как бы с рынка не пускаете туда только свои с интеркода говорами какие какие-то вот компании то есть уже из рынка есть рынка вот то есть прям отдельная боль еще кстати то то есть ну и вот дико извиняюсь лев то есть мне просто очень интересно да вы говорите что у вас то есть есть то есть различные заказчики это разные осозе и вы разные осозе и то есть на на гипервис вы смешиваете как вы доказываете что один осозе не не навреди другом осозе просто для нас это например боль ну давайте с первого вопроса начну сейчас клиентов которых есть ки незначимых незначимых нас нет но прошлом году мы провели работу опять же исходя из зон ответственности по оценке соответствия аттестованной платформы требованиям предъявляемых к киев киевским системам и сейчас в общем-то своей зоне ответственности нам это облако готово к прохождению оценки соответствия там клиента который разместить это очень незначимой системы потому что никаких ограничений там с точки зрения требований законодательства нету и это в принципе возможно и 2 вопрос как у вас был как выбор сграничиваете то есть между разными осозе и то есть гиперизор это я вас склоняю к зсв и там целыми требования то есть есть такая проблема но есть определенные особо ее решения профессионально ушел от ответа очень округло лёша у меня встречный вопрос а у вас используется контейнерная инфраструктура то есть кобернетис а как к зсв к нему применять до выхода в декабря то есть новых требований 3 ф they kind of то есть мы оценивали что то есть ваш кубернетис это файл то есть от ну то есть на она на wins и системы и применяли то есть требование то есть мы просто это было не описано с точки зрения это из бы нормативки то есть и документации так сейчас это описано и естественно то есть требования другие в общем гольна выдумки хитрая ну как и вся отрасль это И не только наша, а в целом России. Вот у меня еще вопрос всем коллегам. У каждого из облаков масса сертификации. А как вы проходите и, главное, как трактуете эти требования? Ведь наша российская нормативка ПЭБшная, она весьма специфичная. Нужно читать, уметь читать между строк и скакать еще между сотней разных НПА. Мы, во-первых, при прохождении аттестации или сертификации, либо оценки соответствия, всегда привлекаем компанию, которая есть опыт. Которую умеет читать между строк. Которую умеет читать между строк, да, и подсказывает. Потому что, как я говорил, что процесс сопоставления требований законодательства для сервисной модели и для облака в целом, это довольно такой непростой творческий процесс. Который не все умеют, не все проходили и не все знают, как правильно сделать. Ну, получается, это такая серая зона, и вы пытаетесь в мутной воде выжить. Ну, наверное, не только вы, а все провайдеры в такие условия. Ну, да, да, это там на самом деле более, я думаю, всех провайдеров. Дим? Я бы со своей стороны, наверное, не называл это прям совсем мутной зоной. Но понятно вот, что каждый стандарт, к примеру, там 152 ФЗ, он защищает персональные данные, PCI-карточные данные, ГОС-57-580, финансовые данные. И здесь нужно посмотреть на... Ну, во-первых, если ты публичный облачный провайдер, ты как бы не вникаешь, что там у тебя защищает, что там у тебя держит клиент, какие обрабатывают данные. Поэтому ты защищаешь все данные, которые они обрабатывают. Это первое. Второе. Нужно смотреть на применимость требований. Вот яркий пример в ГОС-57-580, там есть требование ПУИ, если не ошибаюсь, о предотвращении утечек информации. И регулятор предполагает, что будет установлена DLP-система. Но, естественно, как бы это не наша, не зона ответственности публичного облака. Естественно, вот клиент, который располагает средства в облаке, обрабатывает свои данные, он знает, что он там обрабатывает. И он уже строит свою логику, строит свои там DLP-системы и предотвращение утечек. Вот. И, ну, по сути, там из требований, всех требований, наверное, процентов 10 только является такой вот непонятно, кто выполняет и какая зона ответственности, можно спорить. А в целом, в целом, кажется, все более-менее понятно и прозрачно. Вот. Ну, ты очень позитивный, на самом деле. Если вспомнить стандарт PCI DSS, это достаточно понятный, доменный, структурированный документ технический, который понятно, что делать и что ты получишь на выходе. Если почитать, прости господи, наш ГОС-57-580, то это достаточно мутная история, прямо скажем. Да и вообще вся наша нормативка. Если обратиться к зарубежному опыту, то те же НИСТовские документы, это пачка бумаг, там, 30 сантиметров высотой условно, которые ты выполняешь и в итоге получаешь конкретный результат. Step by step. А у нас же это такое, по сути, R&D каждый раз, исследование, как же нам выполнить то или иное требование. Леша, а как у вас? Ну, начнем с того, что безопасность в атомной отрасли, это, то есть, прегратива номер один. Поэтому внутренними регуляторами трактуется максимально жестко все требования внешних регуляторов. У нас нет вариантов. Мы прямо вот, если можно ужесточить, мы ужесточаем прямо вот максимально. В силу, кстати, и проблемы, и прочее. То есть, говорим, что любой продукт должен быть сертифицирован, то есть, любой продукт должен быть акистован, причем под максимальные классы защиты. С точки зрения, там, вот, как о коллеге, как оснулись, там, тема, там, DLP и прочее, у нас вот DLP, SOV, SIEM, это прям минимальное, то есть, требование. То есть, мы не отдаем это на наутку, то есть, без заказчика. Это, то есть, прям минимальное, то есть, требование для вхождения в платформу. То есть, представляется, то есть, как базовый сервис. Вот ты сейчас Тюрдесу откопал. Ты упомянул классы защиты, и мне сразу возникла ассоциация про классы SKZI. А какой наивысший класс SKZI вы используете в облаке? Можно я не отвечу на этот вопрос? Вот так неинтересно. Ну, не все, я, к сожалению, могу, то есть, говорить для публичных, то есть, выступлений, но у нас различные, то есть, классы, и облако, то есть, поделено по различным, то есть, классам, чтобы не нагружать лишнюю, то есть, безопасность, скажем, открытую систему. Ну, просто помету я все наши формуляры на SKZI, там не выше первого класса можно использовать, SKZI. Вот у меня следующий вопрос, он немножко перекликается, наверное, с SLA. Как вы гарантируете прозрачность предоставления своих услуг, аудируемость и, самое важное, наверное, управление инцидентами ИБ? Как процессы эти у вас устроены? Леша, к тебе вопрос. У нас есть вывод отдельный, то есть, центр госусобка, у нас, мы сейчас строим, то есть, сумм, в который, то есть, входит, то есть, в том числе, то есть, и сокурские, то есть, торинги. Есть у клиента, то есть, биллинг, есть акты, то есть, выполненные, то есть, работа, то есть, прям вот комплексная, то есть, рука, то есть, в любое, то есть, время, то есть, клиент может посмотреть, мы храним, по крайней мере, минимум три месяца, то есть, с логов, то есть, вот аудиты и прочее, где можно, то есть, вернуться и, то есть, разобрать, то есть, те или иные инциденты. А три месяца не маловато ли? Для различных, то есть, в ассистем устанавливаются различные, то есть, требования, тоже, то есть, касается информационных, то есть, в ассистем платформы, мы храним минимум шесть месяцев. А как в целом-то обеспечиваете доверие клиентов к своей платформе? Ведь доверие, это важная штука, особенно в облачных технологиях. Ну, в отличие от коллег, нам чуть-то проще, у нас есть, то есть, вот самое главное, то есть, Русатом, где можно, то есть, возрегулировать, то есть, степень, то есть, его доверия вот внутри всей отрасли. То есть, у вас просто положено, ешь, не положено, не ешь. Так ведь не положено. Значит, не ешь. Не положено, не ешь. Дим, расскажи, как вы гарантируете доверие и управление инцидентами ИБ? Ну, с точки зрения айтишных, SLF, там у меня был слайд целый отдельно посвященный, и есть оферты или договор, который выполняет Service Provider. А с точки зрения инцидентов ИБ, в зависимости от инцидента, первым делом, если произошел инцидент, мы раскапываем, понимаем, кто был затронут, ну и направляем уведомления. Вот, если никто не был затронут, мы публикуем на своей страничке о том, ну, по сути, описание инцидента, там время, кто мог пострадать, ну, какие-то, короче, описания деталей. На кого эффективно, да? Да-да-да, кого могло заэффектить, вот, и по сути, какие-то детали, описание инцидента, что произошло и что мы сделали, чтобы пофиксить это и чтобы в будущем это не происходило. Ну, у нас, на самом деле, очень похожая ситуация с Яндексом по айтишным показателям, в общем-то, они тоже в тех же рамках находятся, а что касается ИБ, то здесь, с точки зрения гарантий, вся наша инфраструктура подключена к нашему же соку и в случае возникновения тех или иных инцидентов, которые, как же у Яндекса, аффертят клиента, то есть после выяснения этой ситуации, мы готовы продемонстрировать клиента и в договоре это прописываем, вот, плюс, если клиент уже хочет пойти дальше, он также может воспользоваться услугами нашего коммерческого соку, подключить свои информационные системы, у него будет уже комплексное понимание и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения своих систем. То есть у вас еще и МССП услуги? Да, конечно, конечно. Хорошо. Вопрос заданный. Да, коллеги, добрый день. Иванов Константин, Северсталь. Вот как раз к последней теме, доверие клиента и в части в рамках информационной безопасности инцидентов. К Яндексу, наверное, вопрос, ну и ко всем. В принципе, очень неохотно облачные провайдеры берут на себя какие-то SLA по информированию об инцидентах информационной безопасности и инфраструктуре, которые касаются клиентов. Ну, Яндекс на самом деле этим страдает в частности. То есть если посмотреть там по ссылке, которая у вас была в презентации, это в основном SLA на доступность ориентированная. И если посмотреть ваш договор, там тоже вы на себя не берете ответственности, что вы проинформируете в ограниченный срок и среагируете на инцидент тоже в ограниченный срок. Опять же, может быть, поясните свою позицию либо, может, опровергните мое заблуждение на этот счет. Почему не берем? Берем. 72 часа мы отводим себе на то, чтобы среагировать. Но и в целом это не только проблема Яндекса, это проблема больших публичных облаков. Если посмотреть документацию там Гугла, Эйжура или кто там третий провайдер большой, там по сути то же самое. Вот. Они также публикуют SLA 72 часа на, если произошел какой-то ИБ-шный инцидент на раскапывание и уведомление. Ну и вообще, реагирование на инциденты это, ну, как бы такая большая штука. Представьте, огромнейшая инфраструктура, куча серверов. Нужно понять, кого за аффектило. Нужно понять, что именно произошло и только после этого, после этого уведомлять. Вы можете свою, мы отдаем вам логи работы облачных сервисов. Можете свою аналитику устроить, отгружать их куда-то в CM, коррелировать там и так далее. Мы здесь готовы как-то взаимодействовать. Но здесь на самом деле тоже определенный конфликт возникает. Ну, первое, не все логи вы отдаете там, как было на слайде у вас или, по-моему, у предыдущего докладчика отрисовано, что есть разделение зон ответственности между облачным провайдером и клиентом. То есть, естественно, клиент видит не все. И второе, по тем же персональным данным 72 часа, это там выходит за пределы определенных ограничений. И возникает определенный конфликт, что на самом деле информация об инциденте, но у клиента должна появляться быстрее, чем 72 часа. Согласен. Мы внутри себя ведем обсуждение, как это все можно ускорить. Ну и, возможно, скоро здесь подкрутим, улучшим свои внутренние процессы и будем предоставлять быстрее, чем вот большая тройка мировых облачных провайдеров. Ну, вопрос со своей, это, наверное, самый больной вопрос, потому что если инфраструктура провайдера поляжет и ущерб клиенту будет превышать среднемесячную стоимость, а какая вот здесь ответственность у провайдеров возникает. И это такая серая, наверное, опять же, зона. Да, коллеги? Наверное, да. Вот. Но здесь, по сути, то же самое, если, ну, берем вашу он преминфраструктуру, вы же с ней, наверное, в первую очередь нужно сравнивать, что там будет, если она поляжет, что, какие вы сами себе гарантируете здесь SLA и реагирование. Ну, по сути, то же самое, только это зона ответственности провайдера и все. Здесь сравнить их, на самом деле, не совсем корректно, потому что мы можем себе позволить получение информации в считанные минуты, но она будет не, там, сто процентов докопана. То, что вы, наверное, не можете себе позволить, там, приинформировав клиента, там, с сырой со всем информацией, это тоже понятно. Но, с другой стороны, и те, там, 72 часа очень трудно, там, добиться в договоре, но и они очень велики. То есть, наверное, какой-то фидбэк от клиента проработать в эту сторону, проработать в сторону уменьшения и, на самом деле, в закреплении в договорных взаимоотношениях с клиентом, тогда уровень доверия повысится. Спасибо. Фидбэк услышал. И, наверное, второй момент больше к SaaS вопросам. Пока не видим, скажем так, в родмапе реагирования по информации от клиента. То есть, если, там, берем какую-то инфраструктуру SaaS, клиент видит атаку и у него есть потребность, чтобы облачный провайдер оперативно среагировал, заблокировав эту атаку, вот здесь каких-то понятных путей, опять же, понятных сроков реагирования, там, качества сервиса, вот тоже очень трудно добиться, допустим, провайдеров, ну, там, Яндекс, в частности. Но в любом случае первый этап – это написать поддержку, вот, там есть несколько уровней поддержки. Согласитесь, это не про реагирование, написать про поддержку. Это не вопрос считанных минут. Ну, почему? Это первый этап, если что-то идет не так, нужно. Коллеги, завязывается такая беседа занимательная, ее можно уже вынести в кулары, так как мы свой тайминг уже превысили. Спасибо большое, коллеги, за участие в сессии и участникам в зале, которые особенно задавали вопрос. Спасибо, коллеги. АПЛОДИСМЕНТЭ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...